Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема называется «Туберкулез излечим и предотвратим». Сегодня у нас в студии Прохоров Олег Юрьевич, главный нештатный афтезиатор Министерства за вхранение в Ленинской области. Здравствуйте! Олег Юрьевич, ну мой первый вопрос такой. Скажи, пожалуйста, вообще какая у нас ситуация по туберкулезу в Ленинской области и какие, ну вообще какая динамика и какая статистика? Во-первых, добрый день всем. Хочу сказать, что у нас динамика по туберкулезу, по заболеваемости, она идет на снижение, но все равно остается критичная. С каждым годом у нас заболеваемость снижается и за двадцатый год у нас снизилась в числах. И в девятнадцатом году каждый год мы снижаем эту планку, но все же она остается очень большой, потому что было у нас указание президента и Скворцовой, что к 2030 году у нас должен быть менее одного процента на сто тысяч населения. Мы к этому показателю, конечно, будем стараться идти, но учитывая нынешнюю ситуацию сейчас, пандемия, вот эти вот ограничительные мероприятия, естественно, люди у нас не проходили и флюорографические обследования, находились дома, поэтому 2021 год, вот он покажет, я думаю, истинную картину, что у нас будет по туберкулезу, потому что ориентироваться на двадцатый год все-таки вот как-то… То есть покажет, как дальше двигаться, да? Да, как дальше двигаться. Вот. Что касается сейчас, могу с точностью и с уверенностью сказать, что у нас возросла эта детская подростковая заболеваемость. Если говорить в цифрах, то она, конечно, маленькая, да, это там пять детей было в двадцатом году, сейчас уже на данный момент, грубо говоря, вот за период двадцатого года по статистике сравнивать два месяца, девятнадцатый год и двадцатый год, то у нас увеличение идет на 70 процентов подростковая заболеваемость. Но в числах, если в абсолютных это говорить, то есть было один ребенок, стало три. Вот мы уже поставили диагноз туберкулез. Скорее всего, мы все-таки связываем это с тем, что вот ограничительное мероприятие, и родители дома находились, и дети в школу дистанционно учились, поэтому, скорее всего, вот этот вот контакт близкий, что большее время вместе находились, скорее всего, вот это с этим связано. Повлияло, конечно. Повлияло, да. А, Кеоргиевич, ну вот против туберкулезной службы, вот в Ульяновской области, как она выстроена, и вообще вот основные какие-то направления характеризуйте, пожалуйста. Ну, вообще, маршрутизация, конечно, она выстроена, она есть, больных для туберкулеза. Она разработана совместно с Минздравом Ульяновской области, разработана она давно, скорректирована была 9 апреля 2019 года, то есть она буквально свежая. Противотуберкулезная служба, по сути, имеет четкий алгоритм действий, как диагностируют туберкулез и современными методами, ну, то есть такие методы диагностики у нас есть, как ПЦР, БАКТЕК, то есть мы ничем не ограничены, можем сделать не хуже федеральных регионов обследования. Олег Юрьевич, ну вот вы сейчас сказали уже про методики, да, современные методики. Может быть, вот тогда в двух-трех словах просто скажете, вот какие-то методики, ну, вы уже сейчас сказали, да, и вот насколько они помогают именно вот этой работе? Ну, основная диагностика, конечно, в туберкулезе, самая важная, это диагностика у нас мокрота. То есть, естественно, мы делаем анализ мокрота, это методом ПЦР, то есть и БАКТЕК. То есть точно довольно-таки документ. Точно, то есть погрешность там составляет 0,01%, конечно. Существуют какие-то вот все-таки вот стандарты, да, обследования и стандарты лечения, да, вот именно вот против туберкулеза? Ну, конечно, есть определенные приказы, по которым мы работаем, да, от которых мы не можем отходить. То есть стандартное лечение туберкулеза заключается в чем? Это, естественно, прием противотуберкулезных препаратов, что в своем роде это антибиотики. Контрольных специалистов. Конечно, конечно, под контролем докторов-фатезиатров. То есть на первом этапе, если нужна эта госпитализация в стационар, также можно пролечиться и амбулаторно. Все зависит от формы туберкулеза. У нас есть... Индивидуально все смотрится, да? Индивидуально, конечно. У нас противотуберкулезная служба имеет и дневной стационар, и также стационар на дому для маломобильных групп у нас развернут. То есть на 10 коек стационар. То есть все категории охвачены? Все категории, абсолютно. То есть терапия, хирургия, все. То есть есть полный скрининг, обследование. То есть мы как бы ни в чем не ущемлены. Сергей Ильич, я в каждой программе практически с каждым специалистом проговариваю это. Значит, независимо от нозологии, да? Какие симптомы должны осторожить пациента, чтобы ему непременно надо обратиться к врачу? Ну, что касаемо туберкулеза именно. Что касаемо туберкулеза, и хотел бы сразу отметить, первый симптом – это, конечно, симптомы токсикации. Если человек, грубо говоря, почувствует слабость, сонливость, у него появился кашель, температура 37,2-37,5, он без причины похудел, то есть отсутствие аппетита, уже надо обратить на себя внимание, то есть человек не может сказать, что он здоров, и обратиться к врачу. Тем самым, естественно, обращаясь к врачу в амбулаторе, то есть он назначит определенное обследование, в котором же доктор, будь то поликлиники, врач общей практики может уже заподозрить туберкулез, направить на флюорографию или на консультацию к афтезиатру. Алькевич, знаю, что вы выстроили такую систему, именно пользуясь туберкулезной службой, взаимодействие с первичным звеном. То есть я знаю, что вы проводите семинары, там какие-то обучающие, проводите занятия. Это вообще, как вы считаете, это очень необходимо? Вообще первичка, так сказать, это наши основные поставщики больных. Почему? Потому что хочу объяснить, что афтезиатрическая служба, она лечит туберкулез. Мы лечим туберкулез. Как факт. Как факт. А выявление, выявление, на первичном звене, конечно. И вот, естественно, мы всегда хотим напоминать первички и напоминаем об этом, что есть такая нозология, как туберкулез. Ее не стоит забывать. То есть, естественно, у нас проходят различные семинары, лекции в первичном звене. Это касается не только, грубо говоря, клиницистов. Это касается, наши специалисты лечат и диагностику. Да, как смотреть мокроту. Потому что тоже такая может ситуация быть, что, грубо говоря, в стационарах не первичных, то есть, округлосуточных, попадают пациенты с дифференциальной диагностикой пневмонии. И там у нас и обучение происходит. То есть, вот таким формам. И, естественно, сейчас вот в рамках месячника борьбы с туберкулезом у нас в марте проходит, у нас запланировано порядка несколько лекций, семинаров, обучающих и вот таких вот в первичных звеньях. Диагностика, да? Ну, вы сказали про мокроту, да? Ну, флюографическое обследование. Это такой основной, да? Это глыба. Глыба такая, да, которая как раз этот пласт может весь снять. С какого возраста, давайте напомним, с какого возраста можно проходить флюографическое обследование? И насколько этот действительно метод помогает в диагностике туберкулеза? Я хочу сказать на вопрос, с какого возраста? С возраста 15 лет и старше, соответственно, уже, да, по всем медицинским регламентам можно проходить. Но это не говорит о том, что если ребенок на диагностике раньше возраста, допустим, 10, и докторам просто необходимо выявить, в каком сегменте, какая форма. Тут же может быть и компьютерная томография, здесь может быть обычный рентген нам в помощь поможет. Но вообще, как бы профилактически, вот, да, это с 14-15 лет флюорография проходит. До этого дети, естественно, все на реакции МОНТУ, либо на пробе МОНТУ, либо на диаскин-тесте. Это основной метод обследования, да, диагностики. Не надо про него никогда забывать, потому что многие думают, что флюорография уже, как бы, порядком устарела, да, возможно, никакую информацию в себе не несет. Но это совершенно неправильно, это миф, который разбить можно, грубо говоря, только так. Потому что при флюорографии, хочу еще раз напомнить, не обязательно мы ищем туберкулез. Пожалуйста, у нас и по ОНКО, можно сказать, также рак легких на флюорографии, почему нельзя выявить? Можно, и выявляют, и уже направить в онкодиспансер. Какие-то патологии сердечные, на флюорографии, пожалуйста, уже можно и к терапевту направить, или к кардиологу, то есть проблем тоже никаких нет. Сейчас, тем более, учитывая уже цифровизацию, да, не аналогуя вот эти вот устаревшие рентгены. Абсолютно безопасные. Хотя они есть, рентгенологическая нагрузка гораздо меньше, чем было давным-давно. У нас проблема заключается в том, что много людей, которые не проходят два и более лет. Вот это вот да. То есть скрининг ежегодно тех пациентов, которые как бы сознательно идут и ежегодно проходят, он всегда присутствует, он есть, это хорошо, но те пациенты, которые не проходят ежегодно, они из раза в раз повторяются. Вот с этой группой пациентов надо работать однозначно. Аккин, ну вот в 20-м году появилось такое, ну, такие суждения, что те, кто вакцинировался от туберкулеза, они как бы меньше подвержены ковидной инфекции. Это на самом деле так или это миф? Я могу сказать одно. Это мнение по поводу этого разнятся, да, мнение по поводу этого разнятся, но если посмотреть общую статистику, общую статистику, все-таки по сравнению с другими странами, где отсутствует БЦЖ, все-таки заболеваемость, она была намного выше. Когда началась эта пандемия, пандемия, даже афтезиатры писали, когда страны ФРГ были раздельные, да, и где были наши, грубо говоря, сотрудники военные, работали, и они жили по законам Советского Союза, их заставляли вакцинироваться, БЦЖ делать, даже то население, на самом деле, если просмотреть по графикам вот заболеваемости, оно заболевало намного меньше, намного меньше, чем, и переносило это заболевание гораздо легче. С чем это связано? Либо это вакцина БЦЖ как-то, либо это население там более сознательное, никто вот так вот сказать нельзя. Но достоверных данных, я сказать, нету вот таких вот. Ну вот я, тем не менее, вот для себя услышал, что если это подмечено все-таки, значит, это имеет... Основу какую-то, да, основа какая-то, может быть, она есть. Я думаю, время все растает и покажет. Олег Кириллович, ну вот каждый второй ВИЧ-инфицированный, по сути дела, вот болеет туберкулезом, да, находка туберкулеза. Лечение таких пациентов, оно отличается чем-то вот от пациентов просто с туберкулезом? Или какие-то есть свои нюансы здесь? Ну, совершенно верно, у нас с эпидемиологической ситуацией сочетанной патологией ВИЧ и туберкулез, она тоже такая критичная, я бы сказал, потому что на сниженном иммунитете, именно на сниженном иммунитете, ВИЧ, оно и поражает иммунную систему, которая у нас отвечает, собственно, за иммунитет. Первое заболевание, которое цепляется, так сказать, это естественный туберкулез. От этого никуда не денешься. Эти больные, если говорить о клинике, да, и как протекает заболевание, все зависит от иммунного статуса. А на какой стадии ВИЧ-инфекция? Если у него иммунитет, будем говорить о том, что да, он ВИЧ-инфицированный, но у него иммунитет, грубо говоря, еще до тех цифр критических, когда можно сказать, что ему нужна вард-терапия, так сказать, не положенную ему еще, тогда и туберкулез может протекать, как у обычного человека, то есть без ВИЧ-инфекции. Если же говорить, что иммунная система уже настолько ослаблена, настолько поражена, естественно, туберкулез очень прогрессирует быстро, если говорить такая ситуация, что вообще туберкулез — это хроническое заболевание, да, то есть бывают, встречаются, но очень и крайне редко острое, быстрое течение, то у ВИЧ-инфицированных на ослабленном иммунитете, если уже стадии 4В или уже стадия, так сказать, спид, это пятая стадия, да, то туберкулез может развиться молниеносно, то есть молниеносно может развиться буквально за 2-3 недели, поражает легкие, быстро, очень быстро, да, и тут надо еще помнить о том, что у ВИЧ-инфицированных часто поражаются не только легкие, у ВИЧ-инфицированных часто поражаются другие органы, туберкулезом же может поразиться абсолютно все, что имеют кровеносные сосуды и нервные окончания, а у нас таких, грубо говоря, органов очень мало, это только волосы и ногти, а остальное туберкулезом все поражается абсолютно, и у ВИЧ-инфицированных, естественно, это поражается и туберкулез кишечника, туберкулез селезенки, туберкулез головного мозга, то есть самое такое, как бы, тяжелое заболевание, которое требует очень длительного лечения, на учете они долго стоят с туберкулезом, с туберкулезным менингитом, поэтому действительно, да, у ВИЧ-инфицированных, если иммунный статус хороший, то он протекает обычно, как у обычного человека. Если иммунитет занижен, то, естественно, может протекать, тут уже надо смотреть, на какой стадии, сколько. При получении ВАР-терапии из центра СПИД и нашей терапии, если пациент находится у нас в круглосуточном стационаре, мы тоже все это регулируем, то есть есть определенные сроки, чтобы они совместно таблетки не пили, то есть какие-то интервалы во времени выдерживали, соответственно, их лечение центра СПИД, грубо говоря, получается, тоже мы начинаем прикрывать, потому что это тоже противовирусные препараты, которые последствий на организм, они тоже, как бы, несут. Любая таблетка, она яд, и любая таблетка – это лекарство, то есть тут вопрос вот так вот ставить надо. Олег Кириллович, ну вот Вы уже сказали, да, вот если, ну про пациента, который болеет туберкулезом, вот он вернулся после стационара, там, после лечения, да, вернулся в семью, там, или это родственник какой-то приехал, например, там в семью, да, тоже, например, там они знают, что он лечился от туберкулеза, что это была такая история в его жизни, вот, или там, я не знаю, там, из мест заключения пришло, ну вот как здесь вести себя вот семье, да, членам семьи, какие-то, может быть, особенности есть в поведении, может быть, вот на эту тему что Вы скажете? Тут разграничена. Сложная тема, конечно, такая, довольно-таки. Разграничена. Давайте, например, приведем того, что, например, пациенту поставили диагноз туберкулез, туберкулез, грубо говоря, и он проживает с супругой, с ребенком. Сразу вот говорить о том, что человек опасен, нельзя говорить. Потому что его надо дообследовать. Если у него действительно есть выделение, то есть в макроте обнаружили микобактерию туберкулеза, то, естественно, этого пациента мы закладываем в стационар, мы пытаемся контакт разобщить, то есть мы закладываем в стационар, в эту квартиру, в дом, где он проживает, то есть наша амбулаторная служба пишет в санэпидемстанцию письмо, там должна быть заключительная дезинфекция абсолютно. его ближайших родственников и тех, кто контактировал с ним за последнее время, мы просим, чтобы они обратились к нам в службу. Мы им делаем определенные анализы, делаем обследование. Если необходимо, даем им профилактическое лечение. Если необходимо, мы просто на повторную консультацию их вызываем через определенный срок. Это вот такая ситуация. Если ситуация бывает такая, это не исключено, что родственник или супруг или кто-то, допустим, освободился из мест лишения свободы, и все прекрасно знают, что у него, так сказать, как в простонародье говорят, открытая форма туберкулеза. То есть он опасен для окружающих. Как в этом случае быть? Сразу понятно, что этот человек, он не пойдет в поликлинику, да, то есть и не пойдет за медпомощью. Он придет домой, первым делом там, грубо говоря, какую-то гигиеническую свою процедуру сделать или еще что-то. Да. В этом случае по возможности надо предоставить ему отдельное помещение. Будь это комната, будь, я не знаю, если есть отдельная квартира, да, то есть если есть такая возможность, там чаще проветривать, проводить влажную уборку в этом помещении. Соответственно, предоставить ему, если он сам местно живет с кем-то, отдельное постельное белье, отдельную посуду. Если проживает в доме ребенок, значит, желательно лучше в этом помещении исключить те вещи, которые нельзя обработать хотя бы влажную, да, обработку, то есть протереть нельзя или еще, то есть, ну, ковры со стен там, если есть, они убрать. То есть вот такие вещи, грубо говоря, надо, если это игрушки, чтобы они подтвергались влажной уборке, чтобы их можно было помыть или еще что-то. То есть обычные гигиенические правила, которые следует применять в поседневной жизни, а учитывая, что сейчас коронавирус, грубо говоря, эти же правила сохраняются. И вот на такой пример, когда приходит, грубо говоря, родственник или пациент, и все, тут ничего особенного нету. Просто затем этот человек, пациент должен прийти и обратиться к нам в службу, потому что документы сейчас на вот сегодняшнее время приходят намного быстрее, чем человек. То есть мы видим, что по документам пациент больной, он прибыл либо из другой области, либо освободился из мест лишения свободы, и у него открытые формы туберкулеза, мы должны его на себя взять, документы пришли, а человека еще нет. Вот это вот самое плохое получается такая ситуация. То есть это лечение базовое, которое он получал, оно может просто в регресс дать какой-то? Да, то есть не хотелось бы, что он там, грубо говоря, пять месяцев лечился-лечился, да, потому что там ограниченное вот это вот пространство, был подконтрольно, вышел, и тут это все растерял. Вот это вот, потому что мы могли бы его еще два месяца пролечить, грубо говоря, и у него уже другой бы этап лечения был. Через какое-то время он просто-напросто и с учета мы его могли снять. А тут, получается, все это теряется, и он отравился, можно сказать, нашими препаратами, ну, просто так. То есть вот сам себе он вредит, поэтому нам самое важное вот таких пациентов схватить, так сказать, не отпускать, и уже и с ними плотно заниматься. Ясно. Олег Ильич, ну вот еще по именно, по фтизиатрической службе, по вашей, да, вы уже говорили про взаимодействие, да, с перечным звеном. Что вы считаете, что вот еще нужно сделать, чтобы на самом деле вот это вот взаимодействие было еще более таким сильным? Вот я бы хотел, чтобы в первую очередь, чтобы это взаимодействие более укоренилось, да, понять, в каких районах проблемы, чтобы главные врачи или… Какой-то анализ провели, да? Анализ провели, да. Потому что от первичного звена самое первое и самое необходимое – это что? То население, которое оно обслуживает, да, поликлиника или, если в районах, это центральная районная больница, грубо говоря, население проходило флюорографическое обследование. Раз в год. Да, здесь нового ничего нету. Абсолютно. Нам надо, чтобы наше население Ульяновской области проходило флюорографическое обследование раз в год, в некоторых случаях в два раза в год. Потому что, если говорить, грубо говоря, именно в Ульяновской области, да, мы считаемся по туберкулезу неблагоприятным регионом, неблагоприятным регионом, поэтому здесь может быть такая ситуация, что некоторым надо проходить и два раза в год. Олег Юрьевич, ну я хочу, чтобы тоже, как говорится, из уст главного специалиста прозвучало, да, что вот раньше ведь было такое же понимание, да, что все-таки туберкулез какой-то, ну, в основном бывает у людей асоциального образа жизни и все прочее, да. Сейчас кардинально же поменялось это уже понятие, да, и туберкулезу на самом деле подвержены темы, да, вы сейчас уже об этом сказали, да, то есть обязательно проходить флорографическое обстоятельство всем без исключения. Поэтому, что вы по этому поводу можете сказать? Я хочу сказать, что действительно так, тенденция, тенденция вот этого вот социального населения, да, она меняется, там, потому что если говорить о поле ранних таких, да, там, 2000-й год, 80-й год, естественно, мы понимали, что туберкулезом болеет, ну, социальный, грубо говоря, такая прослойка, которая асоциальная можно назвать, да. Сейчас, учитывая то, что присоединилась ВИЧ-инфекция, она может быть необязательна у социальных, да, социальных личностей, и учитывая то, что эпидемиологическая ситуация у нас, грубо говоря, такая она критичная, мы ездим в общественном транспорте, мы заходим в магазины, в общественные места какие-то, там эти люди тоже могут находиться, понимаете, мы работаем, где-то у кого-то какие-то родственники могут быть в глубинке, там, в глуши, которые они проходили, как раз-таки обследование, и кашляют уже несколько лет, а к ним приехали ваши родители, я не знаю, брат и сестра, и вот эта вот инфекция, она же передается воздушно-капельным путем, то есть тут вопрос такой, что никто не за страхом. Вот, пожалуйста, контакт, контакт, и все, вроде не курит, не пьет, а заболел. То есть, получается, настороженность должна быть у всех, абсолютно. Настороженность должна быть. Как и онкологическая настороженность, так и на туберкулез. Конечно. То есть, вот как говорят, когда заходит пациент на прием, да, нужно в каждом, да, какую-то онкологическую, да, потенциально онкологическую какую-то настороженность иметь всегда, да, вот, и диагностировать, обследовать тщательно. Также и касаемо туберкулеза, да, то есть каждое течение пациента должно начать с того, чтобы посмотреть, проходил он флюорографическое обследование самое главное самых и самое важное это это же бесплатно абсолютно это бесплатно это без очередей то есть в около флюорографического кабинета никогда нет очередей никуда никогда не надо платить в поликлинику по месту жительства пришли сказали грубо говоря своему участковому терапевту чем удобно для вас время удобно для вас время можно записаться и по телефону сейчас нет проблем и на передвижных флюорографических установках сделать они работают горожая помощь вот совершенно вам анализ дают моментально сделал доктор тут же в этом кабинете прочитал мобильном комплексе отдал вам квиточек все не даже учитывая двойное чтение маязи нашли моментально два никаких проблем нету в этом просто нашему населению вот эту медицинскую грамотность повысить надо и надо понять что и уже это не так опасно да да есть какая-то там грубо говоря риск но он настолько минимальным что говорить о том что что-то произойдет с человеком если он даже два раза в год вот эту цифровую флюорографию сделают это вообще просто на просто ни о чем не сказать то есть там ничего не будет но простыми словами что человек обязан заботиться о своем здоровье мы медики то рядом и ста поможем и всегда все сделаем для того чтобы действительно человек был здоров или там чтобы вылечить его да но если сам человек не хочет о себе заботиться то как тогда какие искать рычаги да то есть в этом плане конечно это то же самое как у меня в детстве да и вас и все население в детстве говорили к стоматологу надо ходить два раза в года здесь также флюорографии на проходить раз в год все от этого никуда то есть заботишься от себя о своем здоровье пожалуйста ты пойдешь там делать все не заботишься но как тебя можно затянуть только вот если мы подозреваем только да уже что есть какая-то нозологии там развивается у пациента и он надо уже дергать выдергивать говорить ему кричать информационную этот политику проводить ну а так желание должно быть и в умах должно отложиться в головах человека что как раз мы с вами с хорошим таким призывом заканчиваем нашу программу спасибо большое вам за такой диалог продуктивный я всем желаю здоровья всем желаю счастья удачи до новых встреч ваш доктор смирнов